Привет, друзья! Это новый влог, который я традиционно записываю с нашей уютной парковочкой. Заодно покажу вам погоду. Она сегодня прекрасная, очень тепло. И из предыдущих роликов вы уже знаете, что сейчас я бездельник, у меня новогодние праздники, поэтому могу почаще и побольше записывать видосов. Но вчерашний день у нас вылетел из жизни. Дело в том, что Кате стало очень плохо, поднялась температура, болел живот. Я максимально старался быстро поднять ее на ноги, то есть пичкал водой, энтрозгель она выпила, но сейчас все прекрасно. Связываем это с индийским рестораном. Кате стало плохо после того, как она там поела. Мы очень сильно просили не делать острой еду, но в итоге все равно, что-то там накрошили. И через пару часов она почувствовала дискомфорт. И уже вечерок свалилась температурой. Подтверди, что ты хорошо себя чувствуешь. Да, хорошо. У меня немножко крутится голова, потому что я вчера везде ничего не ела. Надо покушать. Еще и лежала. Я тоже очень сильно голодный. Я, по сути, съел несколько йогуртов, какие-то хлопья. Ничего серьезного. Покажи штанцы свои. Мне очень нравится. Аратская ночь. Вот когда ты шутишь, я понимаю, что ты здорова. А тебе нравятся мои очки вот эти синие? Шикарные. Ты знаешь, что я их здесь купил? Да, ты рассказывал. В магазине King Power. Первый некрасивый несколько дней знакомств. Ты мне уже про них рассказала. Да, это было здесь, прямо в Кукете лет шесть назад. А самый прикол, я когда их купил, прям первый же день они у меня упали. И вот тут есть маленькая точечка, видишь, вот это? А у тебя и наверху какая-то фигня, немножко краска, видишь, и влезает. Ну, конечно, оригиналы. Снова ВКП. Классное место у нас, например, рядом с дорогой. Внутри все-таки холодно. Согласен. Что? Один в один повторил то, что я сказала. Я вообще-то первый хотел записать. А, ну да. Я тебе серьезно, я просто уступил. Я даже тебе подсказываю иногда на видео что-нибудь. Все. Давай, выбирай, что есть хочешь. Может, бургер мне вточить, а? Спасибо. А Катя не ест. Кто не работает, тот не ест. В общем-то, после обеда Катя себя чувствует не очень хорошо. Может быть, жарко или какие-то остаточные такие признаки болезни. Поэтому я сейчас сам покатаюсь, посмотрю байки, а Катю отправлю в мой спа. Сейчас покажу, как там внутри. На часик лицо сделает и часик расслабляющий. Всю на 2 часа суммарно. Если есть места. Открыт он каждый день с 10 до 10 вечера. Такая тут установочка прикольная. На сегодня все оказалось занято, поэтому забукировали на завтра на 11. А сейчас тебя просто массажка отправлю в такой-нибудь. На часик или на полтора. Ты можешь отдельно взять час, ну, типа ойл, и еще полчасика голова. Просто рекомендую. Пока Катюху там разминают и она балдеет, я заехал в Хог, взял себе капучинка, сижу, курю, наслаждаюсь тут видом. Ну и, конечно, немножко посмотрел байки. Есть только хреновенькие модельки старенькие. Мне такое не нравится. Даже нашел на продажу развалюху за 18,5 тысяч бат. Но мне такое не подходит. Был клик в неплохом состоянии, обновленный, но он 125 кубиков. Да, в отделе есть впечатление. Как тебе? Здесь меня очень сильно размяли. Очень сильно. Мне было больно. Ну, сейчас так хорошо. Сейчас хорошо. А, голову когда массировали, как тебе? Я думала, она мне найдет какую-нибудь там фирню здесь на висках, и я вырублюсь. Вот реально, она с такой силой мне давила на виски. Ну, короче, не понравилось? Нет, понравилось. Я просто рассказываю самые жесткие моменты. Все остальное было классно. А что еще из жестких моментов насчет головы? Блин, не знаю. Она как-то прям голову так агрессивнее по мне помяла, но мне понравилось. Тормознули в красивующее место. Катя делает себе перевязочку, а я вам пойду покажу. Красивый вид. Здесь так много людей по вечерам. Чуть раньше такого я не замечал. Вот, смотрите на фоне. Классно, да? Так, нечего бы пройти. Давайте, быстрее, побыстрее, пацаны. Идем. Ой, еще один тормознул. Сейчас, я вот туда чуть дальше пройду и покажу вам вид. Ну что, как вам? Красивенько? Надеюсь, что-то получилось заснять. Благо у меня палка-снималка чуть-чуть вверх поднимается. Все сделала? Да. Все отлично? Густо намазала? Да, я положила пакетик. Потому что бинт, если не поменять вовремя, прилипает, приходится корочку сдирать. Это больно. А ты что, как будто погрустнила? Все нормально? Да мне больно, мне кровь пришла. Не больно, иди огнемой, губолекский мой. Бойня, бойня. В курсе все пройдет. А еще нам из России привезли крем, не помню, как он называется, надо его забрать. Да, завтра заберем, вот этот мужчина привез. Он на потомке. На потомке, да. Доедем, ну что, полчасика, в принципе, быстро. Не могу так угорать с этого стенда. Маленькие трусишки, вот по сравнению с рукой. Как раз для тебя. Друзья, я заехал в кафешку, где сдают очень красивые итальянские байки. Вот эта штукенция стоит 12 тысяч в месяц. Вот такие симпатичные цвета. Вот это еще дороже. Это веспа какая-то, спорт. 300 кубиков. И там на улице стоят такие симпатичные цвета. Сейчас вам покажу. Ну, очень, очень они классные. Блин, но дорого. Смотрите, какой яркий, новенький. Ну, и есть вот такие спринты. Это у нас веспа. 150 кубиков. Конечно, красавцы. Но столько денег за мопед я, конечно, не отдам. Мы сейчас на потомке забрали масты Ланинпэк. Для Майрана. Вот. Спасибо огромное чуваку. Я не знаю, как его зовут. Правда, потому что у него какие-то иероглифы назвать. Но, по-моему, Дмитрий, который сейчас передавал Майс, сказал, что его зовут Вячеслав. Так вот, если это Вячеслав, спасибо большое. Я очень рада, что существуют такие добрые люди. Давай покажем, как выглядит. Майс? Ну, конечно. Ой, давай. Я бутылки положил, чтобы она не нагревалась. Вот так вот. И тут рядом с отелем хотел вам показать цену на байке. Такие для лохов, что называется. Смотрите. Ямаха N-Max. 155 кубиков. В день 450 бат. За 5 дней 2 косаря. Жесть. Хонда АДВ 2,5 косаря. То есть, купи на 5 дней 1250. Андрей сказал, что это рассчитано на туристов, которые не разбираются. Друзья, ну кто ищет, тот всегда найдет. Наконец-то я нашел себе новенький PCX и снял себе его. Вот такого красного цвета. Это модель 22 года. Здесь есть АБС. Прикольный дисплей. Наконец-то часы у меня здесь под рукой. Пробег 474 километра. Когда я его снял, было 469. То есть, он прям нулевый. Все чистое, смотри. Нигде не ржавчины, ничего. Очень прикольный. Я на нем уже прокатился, ну, 5 километров. Мягенький, клевенький. И я думаю, что, может быть, сдать потом уже, когда закончится твой вот этот скупик. И будешь на нем ездить. Он офигенный. Он у меня огромный. Попробуй прокатись. Как? А, я понял. Тут же нет ключа. Да. Не нужно вставлять. А он у меня. Поэтому он и не заводится. Сейчас я тебе его дам. Одну секундочку. Когда мы просто снимали скупи, я смотрела еще на клик. Ты говорила, что нет, он для тебя будет тяжеловат. Ты маленькая, типа, ну, по телосложению. А сейчас ты мне PCX предлагаешь. Слушай, на самом деле это кажется. Потому что вот это все пластик. И он просто объемный. Главное, потихонечку. Тяжелый. Я сегодня свой скупик говорю. Когда из СПА выезжал, у меня поттерли. И я его сзади за плотку двигала. Этот я не подвинула. Я не знаю, как я буду курковаться, выезжать. Ну, ты видела, маленькие тайки гораздо меньше тебя. Они ездят на нем никаких проблем. А тайки-то превыше. Ну, он побыстрее, да. У него 160 кубиков. Нет, я не знаю, как здесь плавно ручку. Он дергается. Я к тому привык. Потихоньку, потихоньку. Ну да. Здесь 110 кубиков, здесь 160. О, нормально. Че с лицом-то? Он так навозит резко. Мой скупик, блин, я на всю зажимаю. Он такой чуть-чуть. А этот... Да он надехенький, потому что еще... Он даже обкатку не прошел, по сути. Мне страшно. Потому что большой байк для тебя. Я очень медленно ручку, как в скупе. Зажимаю прям медленно. А он там... Страшно. Ты почувствовала, какое сиденье удобное? Я тебе говорю, у меня сейчас просто, это... По 5 копеек. Мне страшно. Это видно, да. Я прикинь, вот... Прикинь, если я его что-нибудь с ним сделаю. Страшно, блин. Дорогущий. Ну да, я попаду. Снял я его за 8 тысяч бат. Знаю, что это дороговато. Можно найти и за 7. Но, блин, я не знаю, где искать. Их просто нет нигде. Ну клевый, но страшно. И на нем мы как раз завтра поедем в мини-путешествие в Пангну. Прикольный? Ручки вспотели. Очень классный, мягенький, шустрый. Меня пугает только одно. Ну нет, не одно, ладно. Несколько вещей меня пугает. Во-первых, то, что он тяжелый. Во-вторых, то, что... Я постараюсь мягенько, он... Ну не знаю. Надо привыкнуть просто после скупика, где гашетку в пол давишь. Очень отрезает. И он в горку 58 максимум. Это пободрее, конечно. Да. Я тебе говорю, я сейчас чуть-чуть круги помотала, а у меня уже вот так вот прям мозг пульсирует. То, что страшно. Ну... Я не знаю, насчет смогу ли я на нем ездить, но можно попробовать. А это мы в салоне с тобой показывали, то, что здесь давочек есть. А, надо снова нажимать. То есть там... Хоп! И само. И когда закрепляется... Мне кажется, сюда даже полностью два шлема влезут. Давай попробуем ради интереса. Только единственное, забрало, закрой. Так точно не влезут. Закрыть в плане вот так? Да, вниз просто опустить. И мой. Помоги. Не, нифига. Ну один точно влезает. Ну у меня по ширине здесь не проходит. Вообще никак. А я рассчитывал все-таки... Вот в форзе точно два влезают. И еще вам покажу предзакатное небо. Очень красивое. Друзья, мы на пять минут заехали домой. До этого были в виллмаркете. Купили кое-какие товарчики. Сейчас вам быстро покажу. Чита спался. Третий раз мы покупаем. Очень их люблю. Знаю, что вредно. Но захотелось. Два сока. Мали. Это у нас ананас. И томат. Соскучился. Вот такие булочки за 50 бат. Это кекс кубничный. Ну а булочки я взял для того, чтобы на нас все делали мутеллы. И вот такие шарики, как я купил. У меня все до сих пор в золотом проблемы. Поэтому ест... Ну это типа баранок наших сушек. Но при этом они немножко с солью. Вот. И сейчас будет операция по нанесению вот этого крема. Заодно расскажешь потом, как он работает. Она уже смотрится не так плохо, как было все. Вот, да. Да это вообще ужас вообще был. Я прям на это смотреть не мог. Мне нужен новый этот. Я тогда буду стирать. Этот, 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 этот. Бинт. Вот. Я вспомнила это слово, ребята. Мне нужен новый бинт. Потому что тот я запошмачила. Вот. И сейчас буду пробовать крем, который... А, в чем это он? Я не знаю. Это тихо. Тут же все в крему. Друзья, мы продолжаем снимать этот влог. Он будет интересный. Потому что мы сейчас поедем в Пангну. Посмотрим там на острова Джеймса Бонда. Есть прикольный вьюпоинт. И еще съездим на безлюдный пляж. Как он называется? На Син, что ли? Я могу ошибаться, потому что из памяти вылетает. Естественно, поедем на наши новые красоточки. Заодно заценим, насколько у меня сильно отваливается или не отваливается жопа. Но вчера мы так покатались, мне понравилось. Удобненько. Хорошо. И посмотрим, сколько он держит по баку километрах. У нас теперь три байка стоит. Что? У нас теперь три байка стоит. Старый PCX, копий и новый PCX. Можем себе позвали. А выезжаем мы в 10 утра. Ну, для того, чтобы солнце не так сильно пекло. Я вообще сегодня уничка в 8 встала. Ты молодец, я в 9. Ребята, а мы не стали заморачиваться. Заехали в Макдональдс. Я взял себе Биг Мак, колу. Катя взяла Мак Чикен, правильно? А ты будешь себе пончик еще брать, нет? Да, тут почему-то я здесь вижу, смотри. Одна кола, один Биг Мак, строк брену. Блин, она что, не пробила? Катя, Мак Чикен. Что-то нам на завтрак дали Биг Маги в такой упаковке. Мне это очень нравится. Много лет подряд Биг Маги продавались именно в такой бумажке. Удобнее есть. Молодцы. Все, Катюнь, погнали. Ну, только мне родину попросила. Мы официально выехали из Кукета. Полную версию проезда по мосту Сарасин. Смотрите у Катюхи, потому что я рулил. У меня толком не получилось записать. Сейчас мы будем смотреть маршрут на Бьюпоинт. А на обратке тогда на пляж. Или сначала на пляж. И поедем мокрые, довольные. И смотреть на горы. Ты как? Может, правда, купаемся сначала? Что скажешь? Мне кажется, это прикольная идея. Пока жарко, да? Так, ну и что нам ехать-то? Сколько? Мы заехали в национальный парк. Сейчас покажем вам пляж. Заплатили мы 220 бат. По 120 человека и 20 бат самбай. Смотрите, какая здесь живописная дорога. И практически полное отсутствие людей. Слышишь волны? И цикады вообще какие-то невероятные. Как будто ультразвук, да, по ушам долбит? Вообще, это так громко. Не знаю, как это будет камеры передавать. А, и сейчас тут не верю, как нам надо смотреть. Скрипящий песок. И никого. Как я тебе и обещал. Люди, вы где? Ой, тепло-то как, а. Хорошо. Очень классно. И вода. Смотрите, какая прозрачная. Тут немножко поднимается песок, когда волны бьют. А так, идеально чистая. Немножко холодно после того, как на байке нагрелся. Ну все, раз, два, три, ныряю. Ох, все. Теперь официально я искупался в Таиланде. Ой, как хорошо, вы не представляете. Теперь буду ждать Катюху. Но она там перебинтовывается. И сейчас придет ко мне. Красота. Просто. Невероятное место. Я вам толком не рассказал про этот пляж. Не помню, как он называется. Я потом на телефоне посмотрю и сделаю вам крупные подписи. Еще раз покажу водичку. Но она просто максимально прозрачная. Ребята, это рай. И самое главное, шутки шутками. Ну здесь действительно нет туристов. Идеально чистый пляж. Можно делать всякие делишки. И никто вас не увидит. Хорошо? Да, но я смотрю на дно. Мне непривычно, что здесь песок, а не камни вот эти, которые царапаются. И страшно. Я боюсь всякой видимости. Что-то темное под тобой. Это не мило. Мы что, ныряем? Мы что, ныряем? Ой, давай только твои кроссовки уберем в сторону. Сейчас намокну. Не, вот тут надо. Не могу держаться. Сейчас другой рукой. Теплая вода? Стой, стой, стой. Хватит. Сейчас поедем на Viewpoint, где видны острова Джеймса Бонда. Ехать нам туда 52 минуты. Мы уже готовы. К сожалению, много песка. Будем потом мыть байк. Да, наверное, мне будет все чесаться. И в шортах тоже позастрелал песок. В целом, как тебе? Классное место? Очень круто. Не, надеюсь, мы сюда еще сгоняем. Мы за них отдельно не платили, потому что до этого купили билеты в национальный парк. И здесь такая тема, что они действуют в течение дня на различные вот эти природные объекты. Поэтому имейте в виду. И дополнительно не платите, и не выкидывайте их. Обожаю навесные мосты. Катюнь, качается. Иди сюда. Такой прикольный эффект. А, окей, записывай. Вот, друзья, вот такая красота здесь. Мы, естественно, сейчас поближе подойдем. Сейчас у GoPro снимаете, это понятно. Далее, что не получится. А я смотрю, там народ купается. Под водопадом. Хорошо, что я шорты не переодевал. Сейчас тоже это сделаю. Очень красиво. Сейчас поближе подойдем. Все вам покажу. О, бамбук. Естественное среде обитания. Блин, так круто он выглядит. Вообще. И вот он наш красавец. Лампи Waterfall. Друзья, ну вода здесь, конечно, не как в море. Капец, какая холодная. Ёлы-палы. Не рекомендую. Яйки сведет вообще в момент. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, зато я поближе подойду вам покажу. Смотрите, тут рыбина огромная плавает. Блин, немножко блестит вода. Но я надеюсь, она видно. А-а-а! А-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не, ну здесь получше, конечно, видно Не обращать внимание на столики Там есть специальные площадки Куда можно забраться И там полностью свободный горизонт Вот эту часть хочу вам еще показать Очень-очень красиво Фух Назад хотя полегче будет красиво будем на площадку подниматься давай волны на самом деле это и не я нынтик согласись что достаточно тяжело так вот вверх очень крутые подъемы все добавляет песок и камушки ну то есть легко можно скатиться особенно в шлепках хорошо что я в кроссовках у меня такие вообще некрасивые стали Катюнча я тут тут и гамак есть нужно поваляться ну вот ребят пушка страшная вот так вам еще покажу идешь ко мне красота все ребят будем прощаться с этим видом уж не знаю еще раз сюда вернемся или нет ну хотя бы запечатлел на камеру пешком тяжело было подниматься поэтому эмоции уже все вместе с легкими выплюнула на какой высоте я не знаю у тебя же iphone есть да ну короче не знаю какая высота ну хочешь посмотрю сейчас секунду ты видела да я хотел сказать что спускаться гораздо проще когда хотел это произнести блин распластался очень жалко что не успел вам показать на закате мост сарасин который соединяет пукет и континентальную часть из Таиланда ну ничего в следующий раз туда доедем друзья вы когда-нибудь видели такие пыльные тапки ну вот теперь видели все мы спустились горы сейчас попьем немножко отдохнем и поедем уже на пукетск а проехали мы сегодня между прочим уже достаточно много больше 150 километров и до дома нам еще в районе восьмидесяти ехать кстати этот байк вообще так мало жрет топлива на одном литре не проезжаем вот так вот по трассе около пятидесяти двух километров вот представьте а бак здесь восемь литров тормознул для того чтобы немножко размяться очень устала спина жопа уже больше двух сотен километров за сегодня проехали но когда приедем к дому я обязательно засниму вам покажу сколько у нас суммарно получилось и какой средний расход у этого нового байка он видите вот этот огонечек блин как же мне его показать неудобно на айфоне вот это самолет он уже включил посадочные огни сейчас будет приземляться и я вам засниму жалко что не успели тут только что здоровенный эмирейт приземлялся да по моему эмирейт три семерки катка аж испугалась да друзья мы приехали к отеля как и обещал показываем сколько я сегодня проехал 243 целых четыре десятых километра и средний расход у меня получился на литр бензина я проезжаю пятьдесят один с половиной километра на двух литрах больше сотни мы очень довольны крутой день вышел и пляж и водопад и просто потрясающий вид я надеюсь вам тоже понравилось ставьте лайки дизлайки пишите комментарии плохие хорошие ну я сейчас еще скатаюсь за водичкой ну и все как-то так